Что ж, прошло уже пару недель с момента того, как мы выпустили с вами первый выпуск Эвони «Вопросы и ответы», и теперь накопилось вопросов на второй выпуск. Прежде чем перейдем к вопросам и ответам, хочу сказать, что спонсором сегодняшнего выпуска рубрики является приложение AppGallery. Сейчас там проходит интересный ивент, который посвящен Хэллоуину. Эта акция с множеством призов. Она доступна владельцам смартфонов Huawei и Honor. Но если вы владелец любого другого смартфона, тоже не беда, потому что вы можете участвовать в этом и многих других ивентах от AppGallery. Вам достаточно установить АПК-файл на телефон. Все ссылки будут в описании к этому видео. Хэллоуинская акционная и ссылка на скачивание, собственно, АПК-шки. Ну, а теперь переходим к теме видео. Итак, первые два вопроса, они относятся к науке. Первый комментарий. Блин, на 27 уровне 10 миллионов еды мало. Я устал по 3 миллиона в складе Альянска пить. Это долго. И второй вопрос. Так, а какие исследования прокачивать, чтобы увеличивать защиту от проедания войсками? Спасибо. Значит, первое, что могу сказать. Во-первых, каждый раз, когда мы ведем речь об исследовании, мы ставим корону интеллекта. Какая бы она у вас не была, она вам даст плюс к скорости. Вот, какого бы уровня. Дальше мы заходим в Академию. В Академии, в самом первом разделе, в повышении, есть вот такая вот чудная наука, которая называется «Улучшенная силостная башня». Максимально 20 из 20 она дает плюс 200% защите от проедания войск. То есть, если мы зайдем в склад и посмотрим на сведения, то мы увидим, что еда защищена от траты на содержание войск базово 25 миллионов, но это на 30 уровне, и дополнительно еще на 50 миллионов. То есть, 75 миллионов я могу смело здесь держать. Вот. Кроме этого, есть еще парочка лайфхаков. Первый лайфхак заключается в том, что если мы посадим сюда пошлину, какого-нибудь хорошего офицера прокачанного, например, назначить. Ну, кто у меня здесь? Пусть будет Джумонг, да? Выбираем его. И сразу выгода от пошлины. Он у меня идет как средний офицер склада. Вот. Плюс 40% защите войск и плюс 40% от траты на содержание войск. И в этот момент мы смотрим, у меня уже трата не 25 плюс 50, а 25 плюс 60. Все проценты рассчитываются от базового показателя. То есть, не 25 плюс 50, и на это навернули еще там 40%, а 40% от 25 миллионов. То есть, в итоге, на каком-то, на 30 уровне, да, вот у меня 60 плюс 25 миллионов есть защиты. Кроме этого, кроме этого, есть еще в исследованиях обороны. То есть, если вы превысили вот этот вот лимит безопасного сохранения, то есть такие науки, как приготовление еды. Вот. Она тоже уменьшает. То есть, утекание вот этого вот зерна, оно уменьшается, скорость утекания. Ну, и дальше суперприготовление пищи. То же самое. Кроме этого, есть еще такой чудный генерал, которого у меня, к сожалению, пока нет. Ее называют Шаджар. И когда она является офицером, генералом обороны, вот здесь она сидит. Пардон. Вот. Когда она вот здесь сидит, то она тоже очень сильно уменьшает проедание зерна вашими войсками. Идем к следующему вопросу. А можно поподробнее про Академию Исследования? А то у нас вышел спор с человеком, говорит оборону не качать, все равно типа пробьют. Ребят, оборону качать нужно. Потому что, во-первых, вот эта вот ветка. Ну, в любом случае, в любом случае, даже если тебя пробьют, то одно дело, когда тебя просто пробили, а другое дело, когда у тебя повысились шансы. Если у вас хорошо прокачана оборона, то взять ваш город, сопоставимому с вами по уровню игроку, уже сложнее. Ну, и кроме этого, потери. Всегда это хорошо. То есть, мы наносим потери. Кроме этого, в разделе обороны есть такая штука, как улучшенная автоматизация. Это увеличивает скорость построения ваших ловушек. Кузнец. Вот у меня, обратите внимание, прокачано 20 из 20. Это плюс 70% к скорости увеличения изготовления шмота. Кстати, о шмоте сегодня будет еще один вопрос. Вот, оживление генерала, атака улучшенная башней лучников и так далее. И вот здесь вот самая офигенная штука. Это улучшенная сила исцеления увеличивает вместимость госпиталя. У меня 20 из 20. Дальше. Медицина снижает затраты на лечение войска. И улучшенная аптека. Сори. Перелеснул. Извините. Вот. Очень офигенная штука. Тоже увеличивает скорость исцеления. Вот это вот все качаем. Далее все остальное, в принципе, тоже качаем. Тоже качаем, качаем, качаем. Ну, я хочу выкачать все по максимуму. Не ко всему еще дошли руки. Ну, похвастаюсь. Вот буквально на днях закончил вот эту вот штуку. Да, высшая координация, суперстроительство. То есть, был фокус больше на вот этих вот вещах по войне. Ну, осадная и пехота у меня пока еще не настроена. Еще не закончила их атаку. Ну, конечно, в первую очередь, все-таки, даже перед военными, очень рекомендую, снова же таки, добраться и изучить вот эту вот штуку. Блин, просто must have. Вот. Поехали дальше. Следующие вопросы. Подскажи такой нюанс. Сделал себе ферму, чтобы грабить еду, кроме поклажи войск. Как увеличить больше? Ну, значит, смотрим. Во-первых, снова же таки, академия. У нас есть тут повышение. И вот это вот колесо повозки. Поклажа одного солдата. И тут еще где-то что-то было. Улучшенная, по-моему, логистика, да? Увеличивает поклажу войск. Это первое. Второе. У нас есть, когда вам именно надо пограбить, у нас есть снова вот такой вот рог. Поклажа всех солдат увеличивается. Вот. Рог преданности называется. А с этим вроде как разобрались. Дальше. Есть особые генералы. Вот, например, у меня генерал... Сейчас проведем эксперимент. Генерал, генерал, генерал. Я называю его с повышенной грибучестью. Амир Тимур. Вот. У него есть... Король разрушения увеличивает поклажу войск на 100%, когда армия командует генерал, да? То есть это его личный буст. Дальше. Я ему специально навешал шмот. Вот этот вот шмот дает плюс 10% к поклаже всех солдат. Вот. Копье превосходства. Но тут надо именно собрать комплект. Четыре элемента. Четыре элемента превосходства. Копье, поножи, тапки и колечко. Дальше. Есть еще вот такой вот зверь. Духовный зверь, который называется повелитель лавы. Он тоже дает прирост к поклаже войск. И, кроме этого, есть еще навыки. Навыки, которые мы даем и увеличивают поклажу какого-то войска. Да, четыре к пехоте, четвертого уровня к поклаже стрелков и поклаже осадных машин. Вот. И сейчас давайте вот просто чисто по приколу посмотрим. Чисто по приколу посмотрим, как у меня будет грести этот генерал. Ну, например, сейчас мы попытаемся посмотреть. Посмотреть, сколько гребет генерал можем вообще на любом монстре. Выбираем монстра. Выбираем атаку. Так. Заводим атаку. Только мы не будем отправлять. Вот сейчас у Барбаросы, например, тут по максимуму, да, у него там марш 709 тысяч войск. И у него гребучести на 45 миллионов. Ну, нормально так, да, 45 миллионов ресов он принесет. И вот делаем выбор. Меньше у него, марш меньше, потому что у Барбаросы плюс 10. 10% к этому. Но, обратите внимание, 77 миллионов ресов вытаскивает. То есть, вот этот вот полный обвес со всеми, со всеми вытекающими. Ну, да, кстати, если я сейчас изменю урок. Ну, вот, если я изменю еще урок. И давайте сейчас опять сравним. Барбароса 53 уже стал. И Амир Тимур. Выбрали Амира Тимура. И он стал уже 85. Разница достаточно существенная. То есть, играя обвесом, играя шмотом, играя там всякими вот такими вот вещами, наукой и всем остальным, мы можем повышать гребучесть генерала. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Наталья Авинова добавил комментарий. Добрый день. Делайте, пожалуйста, ролик о том, как правильно прокачивать, улучшать оружие и броню. Если со звездами все понятно, то, ну, комментарий относился к тому, что мы улучшаем один параметр, а падает другой. Печалька, но бывает. Давайте покажу на самом дешевом, ну, из того, что у меня есть. Вот мы вернемся снова же таки к нашему Амиру Тимуру. И попробуем на его примере показать, как это делается. Так, где он? Где он? Вот. Итак, есть у нас Амир Тимур, есть у нас копьишка. Заходим на него. И улучшить. Ну, нажимаем улучшить. И вот можем сделать его улучшить, да? Улучшаем. Улучшить. Вот у него появляются какие-то новые параметры, которых до этого не было. Нажимаем подтвердить. Дальше мы опять хотим улучшить. Но что же получается? Получается, что вот эти вот новые параметры, они типа займут место предыдущих, да? Чтобы этого не было. Мы делаем достаточно простую штуку. И так и работает везде. Мы выбираем замочки то, что мы хотим, чтобы у нас было заблокировано. Но! Каждый параметр стоит сначала полторы тысячи гемов, потом три тысячи, потом пять тысяч гемов. То есть, фактически, если мне не нужна скорость сбора древесины, я хочу ее изменить, я нажимаю дальше. И тогда следующий параметр у меня будет такой же, только вот эти вот атака конницы, скорость сбора, атака осадных сохранится. Но за возможность реролла вот этого вот параметра придется отдать пять тысяч гемов. И то не факт, что выпадет нам нужный. Вот. Поэтому можете себе представить, во сколько обходится изучение под нужные параметры топовых, топового шмота. Асель Садыкова оставил комментарий. Алексей, спасибо. Такой еще вопрос. Я не на всех монстров могу нападать. У меня показывает шанс низкий. Как его повысить? Низкий шанс на победу. Ну, смотрите. Тут я как-то выкладывал уже. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас, 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 сейчас. Ну, вот, допустим, посмотрим на Фафнира. Я монстров 13 уровня не убиваю. И мне также будет показывать низкий шанс. Очень низкий. Но, что происходит? Вот, если честно, вот этот вот нежный нюанс я немножко упустил. Так, подгружаемся. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, сама игра сравнивает вашу силу, вот эту, и силу монстра. И она в таком случае говорит, что низкий шанс. Но, есть определенные монстры. Вот сейчас попытаюсь их найти. Ну, шестую тыкву я тоже не беру. Шестая тыква это аналог 12 уровня. А вот пятую тыкву, например, я могу взять. Сейчас проверим, не заводит ли на нее никто. 286, 324, 286 координаты. Война Альянса. Нет, никто не заводит. И вот я сейчас на нее могу завести. Значит, сразу же поменяем рог, который я показывал на скорость к монстрам. Иначе мы будем плестись очень долго. Я на него завожу. Вот, показывает шанс на победу низкий. Но, вот эта вот система, или же, возможно, как показывает марш. Вот, извините, немножко не знаю вот этих вот нюансов. Вот, ставим на 5 минут. Так, сейчас еще раз. Сбор, сбор на 5 минут ставим. Теперь я сбрасываю все и выбираю корейскую кавалерию. Но я этого монстра возьму без проблем. Несмотря на то, что у меня вот сейчас сила общая получается 17 миллионов. Почему? Потому что вот эта вот штука, она не учитывает бусты. Она считает чистую силу. Но она не учитывает бусты, которые находятся в науке и которые находятся на генерале. То есть, снова же таки. Тоже, извините, отвлекусь. Но надеюсь, что не распынете за столь долгое пространное объяснение. Так, еще проверим. Пусть будет на всякий случай. Лечилка. Корона. Так, тут все есть. И у меня стоят на конницу. То есть, вот эта вот сила, она не учитывает силу, которую дает, допустим, посох. Силу, которую дает грааль. Украшение грома. Она не учитывает вот эти вот параметры, которые даются там усиление по науке. То есть, там искусство верховой езды, да, дает плюс 100%. То есть, фактически у меня там уже не 15 миллионов удар будет, а намного больше. Ну, сила. Потому что марш состоит в основном из коней, да. Та же супермораль увеличивает атаку войск, когда они нападают. Ну и так далее, так далее, так далее. Вот эти вот все проценты, они все там складываются, складываются, складываются. И в итоге удар намного сильнее, чем показывают цифры. Но выяснить, пробиваете ли вы конкретного монстра или нет, ну, надо, в принципе, методом научного тыка. То есть, пробиваете без потерь, там, маршем конницы одного уровня, допустим, яшу, да. Окей, после того, как вы пробили яшу, можно пробовать перитона. На перитоне вышел, обломает он их, остановились. Изучаем, качаемся, наращиваем марш, улучшаем генерала. И так далее. Поехали дальше. Надеюсь, с этим вопросом понятно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как повысить вдохновение дракона. Я открыл первого дракона. Ну, вот, кстати, сейчас мы его и покормим. Значит, смотрите. У нас есть вдохновение дракона. И оно работает следующим образом. Как только мы повышаем на два уровня нашего дракона, мы получаем плюс один уровень вдохновения. Вот у меня сейчас актуальный в прокорме Фафнир. И вот сейчас у меня открыт второй уровень его, второй уровень вдохновения. Третий уровень даст еще больше атаки, там, осадных машин, скорость марша. Кстати, дракон тоже дает плюс к маршу, о котором мы говорим так на всякий случай. Как только он у меня будет повышаться, там, пару уровней дракона повысится и повысится и вдохновение. А для того, чтобы он повысился, надо его покормить. Кормим мы его редкими вкусняшками. Да. Прокормить дракона очень дорого. Так. Значок. Покормили. Вот это. Нет, этим кормить не буду. Железо. Покормить. 5 миллионов руды ради 3000 экспы. Кормить его тоже не буду. Столбик, когда заполнится, он начнет у меня качать пятый уровень. И я очень сильно надеюсь. Вот на третьем уровне, на четвертом уровне, как только я открыл четвертый уровень, вот он у меня, начался у меня второй уровень вдохновения. Вот этот вот дракон предыдущий, Белериан, он у меня на третьем уровне вдохновения. И он его достиг, как только он стал шестым уровнем. Да, вот на шестом уровне у него открылся третий уровень вдохновения. На четвертом у него открылся второй уровень вдохновения. Сори, немножко, наверное, спутанно объясняю, но, надеюсь, понятно. То есть, для того, еще раз, еще раз, для того, чтобы у нас открылся второй уровень вдохновения, нам надо докормить дракона до четвертого уровня. Для того, чтобы у нас открылся, вот как здесь, да, вот, четвертый уровень, второй уровень вдохновения. Для того, чтобы у нас открылся третий уровень вдохновения, надо его докормить до шестого уровня. Вот, ну и логично, чтобы был четвертый уровень, то, наверное, надо его докормить до восьмого уровня. Ну и, чтобы был пятый уровень вдохновения, наверное, его надо докормить до десятого. Ну, сори, вот, как туда дальше, не знаю, но вот эти вот числа могу сказать. Кстати, улучшить дракона, улучшаются драконы, в принципе, по такому же принципу, как и там, но тут немножко другие вещи. Для того, чтобы заблокировать изменения вот этих вот параметров, тут приходится тратить драконь и камни. По пять за каждый замочек. Так, ну и кормить мы его, вернее, пробовать улучшение мы можем либо с помощью гемов и камня улучшения, либо с помощью значка и камня улучшения. Напомню, камни дракона даются за битву на Галгамеле, значки даются за битву на Константинополе. Так, на всякий случай, упреждая все остальные вопросы. Так, следующий вопрос. По поводу медалей. Александр Юхновец оставил комментарий, где брать или откуда брать эти медали. Относилось к вопросу улучшения генералов. Ну, давайте сейчас посмотрим на какого-нибудь генерала, который хочет улучшаться. Постараюсь быстренько найти какого-нибудь. Ну, вот, например, да, я там хочу улучшить Эндрю Джексона. Я беру и хочу его улучшить. Уйдет какое-то количество золота и какое-то количество медалей. Подтвердить. Значит, ну, чем выше уровень звездности, тем будет больше уходить медалей. И, по-моему, на максимальном, если я не ошибаюсь, 20... Ой, 2000 медалей должно уйти. Сейчас мы проверим. Тут у меня где-то есть чиндок. Не медаленная до пятого уровня. Да, 2000 медалей уходит для того, чтобы генерал получил пятую звезду. Откуда они берутся? Они берутся больше всего. Больше всего медалей. Я покупал ивент, который вот сейчас у нас проходит, ивент Хэллоуин. После Хэллоуина будут то у нас алкоголь, то у нас какой-то золотой корень, то еще какая-то хрень. И там мы зарабатываем какой-то ресурс. И этот ресурс потом можно будет обменять. Вот там вот очень выгодно менять на медали. Кроме этого, мы можем медали покупать на черном рынке. Они иногда тут попадаются. Вот. Ну и еще медали постоянно прирастают. Медали у вас постоянно прирастают, когда вы воюете. Воюете с монстрами. Из монстров они, правда, очень часто выпадают. Ну вот, смотрите. Вот из Викинга, допустим, выпало 10 медалей, да. Там из тыквенного монстра не выпало ничего. Викинг. Еще там 5 медалей. Ну и так далее, и так далее. То есть, чем больше вы воюете с монстрами, тем больше всего вам будет выпадать. Вот так вот. То есть, медали потихоньку, еще раз резюмирую. Медали потихоньку копятся сами по себе за счет убийств монстров различных. Вот. А также за счет ивента, который идет после основного праздничного, вот этого вот полуторанедельного ивента. Так, следующий вопрос. Муха ЮССР добавил вопрос. Вопрос. Где взять свиток на снаряжение генерала Топового? Вот. Где взять свиток на оружие и бронь генерала Топового? Хорошо. Окей. Поехали. Специально сохранял. Свитки выпадают у нас в трех местах. Первое и самое основное это монстры. Ну, например. Вот из минотавра выпадает сундук со свитком генерала. Сразу забегая наперед. Свитки генерала выпадают из перитона и минотавра. А также, если я не ошибаюсь, да, из королевского вора. Свитки на шмот короля выпадают из грифона и эфрита. Дальше. Свитки на доспехи дракона выпадают из монстра 12 уровня. Забыл, как его зовут, извините. И, например, вот как вариант. Из фафнира и выше бегемота или чудовища, он у нас переведен, и феникса. Но это на данный момент, да, вот на состояние конец октября 2021 года. Выпадают свитки ахамонидов и свитки драконов. То есть, из трех типов монстров, это 13, 14, 15, монстры выпадают и ахамониды, и драконы. Кроме этого, извините, забыл упомянуть еще два источника, где мы можем разжиться свитками. Это черный рынок. Вот. Но стоимость тут достаточно кусючая. Поэтому вряд ли, чтобы вы покупали здесь. Но, тем не менее, они здесь продаются. Если долго листать, или же, как повезет, можно купить вплоть до свитков драконов. Ну, свитки дракона, если я не ошибаюсь, порядка 60 тысяч гемов. Вот. И также, также еще можно в магазине поля боя. Вот. Также, например, вот сундук со свитками короля можно купить за жетоны. Он мне просто не нужен. Ну, тут тоже можно прибарахлиться. И тут тоже, вот, например, можно купить сундук драконних свитков за три, почти три с половиной тысячи камней драконов. Вот. То есть, и так, и так, в принципе, можно. Возможно, есть еще какие-то более экзотические способы. Ну, я либо сейчас не могу о них быстренько вспомнить, либо я еще не знаю. Поэтому, вот, что знал, тем и поделился. Зачем эти свитки нужны? Немножко откатимся назад. Они нужны для того, чтобы делать определенные предметы. То есть, у нас есть несколько уровней предметов. Ну, например, покажу это на примере сапог. До уровня чемпиона нам свитки не нужны. Начиная с генерала нам нужен свиток. То есть, вы не можете изготовить этот предмет, если у вас нет данного свитка. У короля свой, у генерала свой, у короля два вида уже идет, но свиток один и тот же. Дракона тоже два вида, но тоже нужен свиток. И ахамониды это, типа, самые там крутые, ну, одни из самых крутых. Это еще один вид свитка. Так, ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Список вопросов подошел к концу. Всем хорошего настроения. Надеюсь, сегодня не было слишком затянуто. Не забывайте принять участие в акции от AppGallery. Напомню, ссылочки на акцию и все остальные вещи будут в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и не гореть. Не терять пузырь и не терять войска в игре по Эване. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!